друзья всем привет я хочу внести от себя некоторое пояснение пожелания по поводу академического рисунка анонс которого вы видели только что мне хочется объяснить как родился этот курс и для чего сейчас я занимаюсь вот в текущий момент да какие я веду группы у меня группа цвет про это очень маленькая группа людей которая рисует самостоятельные работы с минимальными подсказками да просто по заданному сценарию где я не показываю как нужно рисовать и я проверяю эти домашки с готовыми рисунками дали с предварительным рисунком и тема рисунка это одна из ведущих ошибок которая там встречается второе да чем я занимаюсь что я веду это курс цвет индивидуально там цвет и свет индивидуальной проверки те кто единолично учиться со мной в удобном графике та же самая история мы проходим цвет и свет но если там есть какие-то ошибки в самостоятельных сюжетах да не те которые там фильм скопировать еще что-то а самостоятельные натюрморты у нас интересный раздел я думаю все его запомнили особенно самостоятельные натюрморты которые сам человек ставит сам рисует сразу наглядно все показывает где у нас рисунок так вот я хочу напомнить тем кто про это забыл да или кто не знал как мы вообще дошли до курса рисунок мы его не планировали его не должно было быть в нашей художке вообще потому что я программы по цвету хотела сохранить такой единственной ведущей темой которую мы в нашей школе преподаем сосредоточиться на акварели акварельных техниках цветосмешение и у всех вот этих моментах и мы работаем уже с 2017 года онлайн и оффлайн и там я еще раньше начала и постоянно проверяя домашки одну за другой одну за другой люди разного уровня люди рисующие разные тематики неважно там цветы ботаника натюрморты пейзажи каждый раз доходя до весомых радикальных ошибок которые видны глазу сразу мы упираемся в том что эта ошибка создана из-за незнания рисунка потому что в пейзаже показать воздушную перспективу это надо знать рисунок и воздушную перспективу в тоне если надо построить натюрморт это надо знать конструктив объектов и как их поставить на плоскость если нужно сделать свет тени а еще там не дай бог самому ввести предмет новый до какой-то поставить туда которого изначально не было до или подвинуть это надо знать как будет падать свет и какие теневые проекции он образует какой формы должна быть тень от предмета если мы его придумали или если мы его нарочно там увеличили или подвинули какой будет тень где вообще должна проходить как как она должна выглядеть если предмет плохо говорит о своем освещении если он стеклянный там а тень есть а теневого ребра на предмете не видно но там тоже свои закономерности это все тема рисунка и развиваясь очень серьезно и настойчиво на курсах цвет и свет вы делаете очень большой прорыв в теории по пониманию какие цвета мы должны смешать по каким причинам они образовались в среде как по каким алгоритмам мы можем это в своей работе переиначить на свой там авторский вкус поменять колорита что-то изменить то есть в цвете прогресс очень хорошие понимание хорошие но когда мы начинаем реализовывать свои идеи да вот эти нарисованные мы не можем нарисовать вазу с эллипсами мы не можем на стол предмет поставить без искажения мы не можем отличить светлое от темного и рисуем на свету и в тенях теми же тонами это те ошибки которые есть но практически в каждой работе всех людей то есть самое большое непонимание это когда в тенях рисуют таким же светлым тоном как на свету не понимая что это общая теневая проекция какая-то там куда попал новый предмет в тень от другого предмета даже если он белый он не может быть таким же белым как такое же белое на свету это очень элементарные базовые вещи и специально на основе проверок домашек которые многие года в разных потоках поступают десятками одни и те же ошибки мы сделали заключение этих ошибок на самом деле ключевых не так уж и много буквально 10 20 основных понятий в которых люди ошибаются в рисунке в ботанике их не меньше потому что ботаника это геометрия и люди которые уходят в ботанику чтобы избежать вот этих всех построений кругов эллипсов да каких-то сокращений перспективных они там свои ошибки найдут как листик закрутить правильно чтобы он закружился как на ось стебля посадить соцветия как объем прописать в разных видах соцветий которые по сути являются разными формами геометрических фигур мы взяли проанализировали все ошибки специально только для наших студентов этот курс сделан не для общей продажи не для людей со стороны кому интересен рисунок этот курс сделан таким образом есть ошибка в акварели если в этом виновен рисунок и человек в акварели сделал не ту тональность потому что не знает рисунка нарисовал не ту форму получил в итоге не тот объем не ту форму тени потому что не знает рисунка не смог сделать платить пластический красивый цветок композицию с какими-то завивающимися стебельками лепестками и листочками потому что не знает рисунка чтобы человек мог реализовываться в акварели надо убрать вот эти тормоза от отсутствия рисунка и мы взяли с этих акварельных работ все причины по которым акварель получилось плохо из-за рисунка мы взяли только те узкие темы которые вы используете чаще всего в своих сюжетах это натюрморты пейзажи и ботаника ну там какая-то к натюрмортам это отнесу там food иллюстрация да там еда продукты тортики что-то такое мы взяли только то что вы используете и в чем у вас есть проблемы из одной домашки в другую циклично повторяющиеся одни и те же вещи не дающие вам расти профессионально и мы попросили преподавателя пожалуйста для наших студентов чтобы не было ошибок в акварели запишите пожалуйста вот такую узкую программу объясняя которую постоянно идет отсылка к тому что это будущий художник до акварелист то есть но не обязательно акварелист рисующий цветом чтобы донести смысловую часть как определять тональность того участка которую вы собираетесь рисовать как понимать освещенность потому что то это очень важная часть цвета часть замеса вы можете правильно определить цветовую группу в цветовом круге вы можете правильно определить насыщенность или погашенность то есть сам оттенок вы умеете определять очень хорошо копии у вас вообще у всех у многих хорошо получаются но когда надо понять а насколько этот цвет темнее чем другой и не из радикального черного белого понимания а в многоступенчатой градации тональной тона не видит я не скажу что никто но очень много кто не понимает и не ощущает как научиться вообще цельно видеть тональную разницу как научиться гуще делать темнее и по какой причине и николай сергеевич по моей просьбе записал уроки по тем темам которые я ему сказала сделать это те темы которые я озвучиваю вам в проверках домашек когда они связаны с ошибками в рисунке этот курс записан под заказ основных запросов ваших же акварелистов художников которые работают цветом и здесь максимально узко и сжато объяснено при этом подробно да то есть узко в смысле нет не перебраны вообще все темы рисунка какие существуют вам не пересказана вот такая вот такой толщиной книжка там николай вам не дают портреты анатомию какие-то вещи которые то по которым у вас редко приходит запрос в плане рисунка собрали вот очень очень компактно то в чем вы сами ошибаетесь постоянно записали ответы на ваши вопросы записали развернутое объяснение что у вас не так в тоне в ваших цветных работах и пока вы не поймете ценность этого материала что его надо внедрять и вон то не просто потом прослушать этот курс посмотреть его надо внедрять у вас акварель не вырастет качество вашего рисунка не вырастет вы можете классно научиться делать заливки на базах акварели все будет красиво растекаться без пятен красивые градиенты важный навык надо технику тренировать вы можете хорошо понимать темы как и каким образом там образуется разный тип света как его передавать с помощью цвета тоже все здорово то есть краски смешивать вы научились оттенки нужны в принципе там по задачам умеете подбирать в материалах разбираетесь в разных в техниках разбирайтесь я постоянно читаю чат как вы друг другу даете рекомендации по техникам и по материалам я бы сказала что наш чат это такое сборище уже экспертов в целом по акварели потому что те советы которые вы даете друг другу они действительно ценные стоящие и достаточно экспертные во многом когда вы даете друг другу совет что смешать из чего как мочить в каком порядке сделать какие материалы использовать вы уже в плане цвета специалисты достаточно высокого уровня гораздо выше среднего и когда вы с этими своими всеми знаниями не можете нарисовать завернутый листик какой-то если мы его насквозь прорисуем там ничего не сойдется когда эллипсы у нас вот такие все один широкий один узкий один вообще в другую сторону там смотрит или когда свет и тень одинаковые вообще по тону по всей картине это ошибки очень простого плана очень элементарного плана ошибки начального уровня и они вас внизу держат этим якорем вы в цвете никуда не пойдете пока вы не научитесь во первых строить хорошо рисунок это не значит что нужно обязательно идти через этап вот строить куб в кубе строить вазу все чертить там делать эти эллипсы нет это учебное упражнение для понимания как она устроена надо научиться понимать конструкцию через рисунок и лепить форму вашим привычным техническом там способе как вы и делаете рисунок под акварель я не призываю вас к чертежным работам впоследствии это вовсе не обязательно но понимание должно прийти очень твердое понимание как работает свет тень и как они лепят форму и как работать с тоном и почему никогда в тени не будет светлого куска как на свету и почему белая в тени никогда не будет белым и эти уроки записаны специально для того чтобы те темы которые вы в домашках поднимаете были отработаны со специалистом который занимается подготовкой абитуриентов к поступлению в художественные вузы это не просто учитель там какой-то рисунка откуда-то это человек у которого есть профессиональный навык готовить людей с ноля за кратчайшие сроки в том числе за два три месяца полностью к поступлению вуз на сдачу экзамена по рисунку технология этого человека выверена уже многими многими годами и сотнями студентов которые в эти вузы поступают я сама у него училась я знаю как он ведет я знаю что николай сергеевич это очень требовательный преподаватель потому что он очень ценит свое время как художник и ему бы очень не хотелось тратить свою жизнь на бесполезные вещи его задача выполнять свою миссию это учить людей он на это тратит ну я думаю большую часть своего времени хотя мог бы уже давно на все забить и рисовать картины что у него прекрасно получается он как художник не менее там крутой чем преподаватель но у человека миссия такая учить людей и он работает в институте за неинтересные ему деньги но за интересным ему делом доводить до качественного уровня рисунка студентов которых ему доверили и когда он работает с вами у него одна только цель сделать вам замечание проверки для того чтобы вы переделали сделали над собой усилия продвинулись чтобы вы научились рисовать ему нужно чтобы стало больше людей которые умеют хорошо рисовать которые разбираются в рисунке ему нужно видеть результат ваш рост поэтому его проверки очень дотошные очень подробные где-то строгие но он так привык разговаривать ничего в этом такого нет человек за результат и конечно вызывает большое сопротивление а пойти ли мне на этот тяжелый курс на котором надо домашки переделывать потому что просто так не примут и где еще мужчина такой строговатый достаточно и нянькаться никто не будет а ему не интересно нянькаться но надо понять ценность этого момента во первых этот преподаватель не будет с нами вечно по разным причинам в том числе потому что ему может стать просто неинтересно с нами работать по своим соображениям его время очень ценно его постоянно повышают должностях навешивают разные там региональные обязанности по организации там выставок музея работе и творческой работе много-много всего в какой-то момент он может отказаться вести курсы с проверками и это ожидаемо то что в такой прогрессе его развитие это произойдет второй момент можно откладывать это может быть неприятное обучение потому что тут трудиться надо серьезно можно очень долго откладывать чтобы сэкономить свое время потому что у вас его нет чтобы учиться рисунку но зачем делать систематически много новых слабых акварельных рисунков в которых у вас уже хорошая акварель вы очень сильно выросли вообще ну по россии да по сравнению даже с преподавателями художек которые вообще акварелью рисовать не умеют у вас уже такой уровень понимания цвета техник материалов у вас такая насмотренность вы участвуете сами выставках и и при этом вы сами не даете себе сделать какой-то заметный скачок в качестве чтобы иметь право называться профессиональным художником который не просто может контуры раскрасить акварелью переведенной с монитора а который может сконструировать этот рисунок сам и еще светотень построите сам по законам рисунка которые в голове должны быть как рабочий инструмент в дополнение к цвету и я очень хочу чтобы вы если ну я не обращаюсь прям ко всем до к тем кто хочет научиться рисовать у кого стоит задача научиться рисовать заполните пожалуйста этот пробел чтобы нам с вами на домашках было о чем конструктивно разговаривать потому что вместо того чтобы отрабатывать какие-то уже профессиональные нюансы в цвете мы каждый раз возвращаемся к тому что там не так построен кубик не так что-то криво сделано не так сократилось нет перспективы в пространстве нет уменьшения до обычной перспективы даже некоторым приходится там объяснять что что-то уменьшается нет понимания что такое свет и тень хотя я по цвету включала эти уроки в том числе но это надо отрабатывать то есть рисунок это такая концентрированная практика по отработке тона исключительно темы тона она отрабатывается руками вот этим вот там карандашом она отрабатывается она откладывается я очень прошу вас задуматься просто уже серьезно вы собираетесь расти ну вот в акварельном до своем направлении как художник дальше или мы продолжаем баловаться раскрасками где-то нормально раскрасилась ну где-то не дотемнили но надо понимать почему не дотемнили там на самом деле не так-то уж все сложно там этих законов по пальцам пересчитать которые вы нарушаете но они очень заметны внешне в том числе на выставках поэтому давайте планируйте свое время я призываю всех просто использовать возможность повышать свой уровень акварельный чтобы мы могли расти вместе как-то уже коллективно нашим сообществом я хочу чтобы наша школа все-таки показывала классные результаты и чтобы художники нашей школы наш нашего сообщества были сильными относительно там других сообществ чтобы мы могли с вами уже коллективно нашей группой нашим чатом нашими студентами создавать свои выставки делать онлайн выставки делать живые выставки в москве наших студентов наших выпускников это должно быть профессиональной работы а профессионализма без рисунка не будет к сожалению и никто не обещает что у вас все будет получаться сразу после курса надо работать продолжать дальше надо это тем надо самостоятельно закреплять безусловно впоследствии и эти ошибки все равно там могут приходить да они еще будут повторяться не все сразу получится но фундаментально пробел будет заполнен вы гораздо больше будете понимать при анализе референса когда вы начинаете рисовать срисовывать то что мы сейчас проходим на цвет про это предварительный анализ сюжета когда прежде чем начать раскрашивать надо понять что мы вообще делаем где мы находимся что за сценка где источник света что он создает в этой среде что потом это будет происходить по светлому темному распределению это способность предварительного анализа сюжета который вы собираетесь рисовать копировать либо еще если менять собрались да то точно нужно оперировать какими-то знаниями инструментами чтобы правильно по физике это изменить и уже на стадии анализа становится понятно у человека есть рисунок или нет и если его нет и тонального мышления нет светотеневого мышления нет конструктивного мышления нет непонятно что как предмет насквозь выглядит что там происходит дальше это все цветом усугубляется получаются ломаные формы пластилиновый эффект такой ну когда все мятое кривое там вылезли за контур тут вылезли за контур акварель продолжает рисунок вылезли за контур это не так страшно ну то есть может быть казаться страшно что технику нарушили да неопрятность получили а страх в том что форма изменилась и конструкция изменилась предмета и чтобы понимать как это скорректировать нужно знать рисунок как уравновесить уже вылезшее пятно каким-нибудь другим вылезшим пятно а не это стирать там и исправлять ему из нее делать это все очень взаимосвязано и это очень сильно повысит ваш уровень а я очень хочу чтобы студенты моей школы считались людьми высокого уровня подготовки мне очень хочется видеть классные результаты особенно у тех кто учится уже не первый год и я не хочу чтобы мы были просто кружком по интересам куда мы ходим пораскрашивать что-то и пообщаться друг с другом а мне хочется видеть ваш рост и в акварели он есть а по рисунку я вам специально нашла очень классного специалиста чтобы вы по рисунку работали с тем кто эксперт в рисунке и у вас есть сейчас эта возможность я всех не заставляю только тех кто хочет расти те кто просто пришел получать удовольствие от акварели рисовать какие-то картинки осваивать технику используют это как просто приятное время как хобби для настроения пожалуйста я к вам вообще не лезу вообще никак но если вы где-то заявляете в комментариях в своих домашках хочу научиться рисовать хочу к выставке подготовиться или на продажу хочу работу подготовить еще что-то если есть эта потребность быть профессионалом тогда должна быть готовность работать как профессионал и в том числе учиться на нужных и сложных курсах таких как рисунок я думаю я все донесла напишите обратную связь кто уже проходил рисунок пожалуйста да и как это изменило качество вашей работы впоследствии поделитесь с теми кто еще не может на это решиться и не понимает зачем им это надо за счет! и на это видео! видео!